Здравствуйте! Сегодня будем знакомиться с игрой победителя Монтли Блиц Арены 5-минутной игры в классический Блиц. Ник этого игрока Агниюфан из Бельгии имеет 2500 рейтинга в классическую партию, где 10 минут и более. И кроме того, очень хороший пулевик. 2530 у него рейтинг, а в Блиц у него рейтинг классический, чуть поменьше, 2397 на сегодняшний момент. И тем не менее, именно он стал победителем и заслуженным. И давайте посмотрим, почему. Во-первых, он сыграл 38 партий и имеет 84% успеха. Набрал 143 очка и ближайший преследователь даже не подобрался к сотне, к отметке. То есть у него очень большой отрыв. За явным преимуществом выиграл он этот турнир. Никто близко к нему не смог подобраться. Играл он берсерком. То есть вместо 5 минут использовал 2,5 минуты. За это он набирал дополнительные очки, баллы. Они суммировались. Вот как видите, у него серия за каждую победу ему давалась после третьей партии по 5 очков. Потом серия прервалась. В одной партии он решил сыграть без берсерка. Ну вот его статистика какая. Значит, поражение у него 6 поражений. Все остальные выигрыши. То есть 32 партии выиграл, 6 проиграл. Ну что ж, давайте приступим. 38 партий, пробежимся по ним. Посмотрим, какой экспресс-анализ сделаем. Так, открываю первую партию. Ну вот видим, что в первой партии он сыграл просто идеально, можно так сказать. Три сомнительных хода. И то не сказать, что, наверное, они настолько сомнительные. То есть не сильно повлияли на судьбу партии. Играл он белым цветом. И шахматист с рейтингом был достаточно очень низким. 1586 против него шахматист. Может быть, поэтому такая чистая партия получилась. Ну давайте посмотрим ее. Е4, Е5. Конь С3. Уводит с дебютных схем. Играет венскую партию. Конь Ф6. Ж3. Вообще переходит, скатит в староиндийские построения, в староиндийское начало. Д6. Соперник закрывается. Слонь Ж2. Слонь Е7. Конь Ж2. Рокировка. Д3. Конь С6. Рокировка. А6. Х3. Слонь Е6. Ф4. ЕФ. Конь Бет Ф4. Слонь Д7. КРОЛЬ Х2. Ферзь С8. Слонь Е3. Б5. Ферзь Д2. Это его первый сомнительный вход. Рекомендуется вместо этого захватывать центр ходом Д4. Но перевес это сильно не упускает. То есть 0,5. Он впереди. Конь Б4. Играет соперник. Хочет видимо С5 провести. Ладья. А на Е1. С5. А3. Конь С6. Конь С на Д5. Конь Бет Д5. Конь Бет Д5. Ладья Е8. С3. Еще один сомнительный вход. А что советует? Конь Б6. Да. Но он берсерком играет. Поэтому качество мог выиграть. Ферзь Бет Д5. Слон Е6. Конь Б6. Вот сейчас он увидел это. Ферзь Б7. Конь Бет А8. Ферзь Бет А8. Слон Ф4. Ферзь Бет А8. С4. Д4. Ферзь Бет А8. Д5. Ну да. Тут партия в одни ворота, можно сказать. Какие же тут сомнительные входы? Конь Е5. Слон Бет А5. ДЕ. ДЕ. Ферзь Бет Е6. Ладья Д1. А6. Ферзь Б5. Ферзь Б6. Ферзь Б7. Ладья Д8. Ферзь Бет Е7. Еще одну фигуру земной соперник. Ладья Д1. Ладья Д1. И сдался. Да. Но это чистая победа, конечно. Не сказать, что легкая прогулка была в этой партии у него. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Не проанализировано, почему-то, эта партия. Ну что же, сделаем это сейчас. Экспресс-анализ достаточно быстро проходит. И достаточно качественно для близ партии. Самое то. Соперник был у него в этой партии с рейтингом 1837. Соп-37. Посерьезней соперник. По дебюту даже имел перевес. И только в миттельшпиле ошибся. Давайте смотреть. Е4, С5. Слон, С4. Д6. С3. Ж6. Д4. Конь Д7. Конь Ф3. Слон, Ж7. Не влезает ни в какие дискуссии дебютные. По поводу вот этого дебюта со слоном на С4. Второй ход. Е6 обычно играется для того, чтобы прогнать этого слона с темпом. Но там интересная завязывается борьба. Смотрим дальше. Рокировка. Е6. Слон, Ф4. Е5. ДЕ. ДЕ. Слон, Е3. Ферзь, С7. Вот ошибается. Ну, не наказывает его. А наказывать тут надо было ходом кони А3. И куда вторжение идет. А, слон бьет Ф7. Давайте посмотрим этот вариант. Интересно. На ферзь С7 надо было реагировать конь А3. Дрозит конь Б5. А6. Слон бьет Ф7. Король бьет Ф7. Ферзь Б3. Шах. Король Е8. Ферзь Е6. Король Ф8. Конь Ж5. Конь А6, защищаясь от мата. Ладья Ф на Д1. Слон Ф6. Ладья бьет Д7. Слон бьет Д7. Ну да, для рейтинга 1837 я бы тоже такую комбинацию не увидел. Что надо начинать именно с хода конь А3. И затем жертвовать вот так. Да, хорошая комбинация. Ну что ж. Ферзь Б3 была сыграна. Навална на пункт Ф7. Конь А6. Слон бьет А6. Слон бьет А6. Слон Ф7. Перевес. Как мы видим, белые все равно получили. Атакуют. Король Ф8. Слон Б5. Конь Ф6. Аш3. Король Ж7. С4. Ладья Б8. Конь С3. А6. Ферзь С2. Ладья Ф8. Ферзь С3. Ферзь С3. Ферзь С3. Конь А6. Ферзь С3. И вот конь Е2. Ошибочный ход. Сразу же. Ладья Б3. Ферзь С3. Пропускает этот ход. Ферзь С3. Агни Юфан. Этого тоже не увидел. Не воспользовался. Другая идея ему пришла в голову. Так. Вместо хода конь Е2. Надо было конь H2 срочно. Уходить. Ну да. Защищаться сложно. Создал вот на ровном месте. Тактику. Не зря у него такой рейтинг. И так. Слон бьет H3. Решил просто развалить королевский фланг. Но правда перевес убил. После правильного хода Ферзь С3. А как такой ход сделаешь? Ферзь С3. И конь бьет Е5. И потом скрытый шаг. Конь бьет Е5. Сыграл сразу. Соперник. Ферзь бьет Е5. Ж. Ж. Ладья Ф3. Ну вот уже. Сдавливает позицию. Вокруг белого короля. Перевес. У черных. Ладья А на Б1. Б6. Хоть не туда. Ладья Б на Ф8 надо было. Сдвоение сделать. Б6. Ферзь Б2. Ферзь Б2. Ладья Б2. Ладья Б2. Ладья Б2H3. Король Ж2. Позиция уравнялась. Ладья А4. Конь Ж3. Вот это вот неправильный размен. В Б4 надо было играть. Советует Стокфиш. Конь Ф4. Вот перевес вновь перешел к черным. Король Ж1. Ладья Ф8. Ладья Б1. Король Х8. Б4. Слон Ж7. Слон Ж7. Ладья С2. Слон Д4. БЦ БЦ. Ладья Б на Б2. Король Ж7. А4. А5. Не спешит проводить никакую игру активную. Агнию Фа. Ладья А2. Кони Х3 решается вот на этот шаг. Ладья Б8 надо было захватывать. Открытую линию. Король Ж2. Кони Ф4. Решил повторить позицию. Король Ж1. Х5. Ладья Б4. Решается вот на такой отчаянный шаг. То есть просто дарит победу. СД. С5. Ради проходной. Создание проходной. Ладья Ж4. С6. Х4. С7. Ладья С8. Ладья С2. АЖ. ФЖ. Ладья Ж3. Король Ф2. Ну вот попадается еще и ладья. Ладья Ж2. Король Ф3. Ладья БЦ2. Король БЦ4. Ладья В8. БЦ7. Король Ф3. Король Ф6. И последовала сдача. Ну что ж. Вновь легкая партия получилась. Смотрим дальше. Соперник вновь был с небольшим рейтингом 1753. Кстати вот сейчас анализ идет. И видно, что до Эншпиля равная позиция была. Ни у одной из сторон нет перевеса в Метельшпиле. Удивительно просто. Как же пришла победа-то к победителю Ак-Мьюфану. Давайте смотреть игровым белым цветом. Е4, Е6, КЦ3. Вновь не идет ни в какие дебюты основные. Д5, КНФ3. Тем не менее, вот получается. Без Д4, правда, но все равно французское. КНДЕ4, КНФ6. КНЖ3, КНБ на Д7, Д4, СЛОН Е7, С3, С5, СЛОН Д3, Рокировка, Рокировка, Б6, СЛОН Е3, СЛОН Б7, ФЕ2, Ладья Б8, Ладья Ф на Д1, ФЕ7. Ладья А на С1, подграживает связка, Ладья Ф на Д8, СЛОН Б1, КНД5. С 19, ХНД5, ФЕ3, СЛОН Б1. ФЕ3, СЛОН Б1, КНД6. и в результате за ладью получают две легкие фигуры белые и еще потом отыгрывают качество на b8 но не увидел этого агун юфа удивительно с такой тактической как бы он играет расслабухой по-другому не назвать конь d4 конь d5 ферзь d2 слон f4 слон для f4 ферзь для f4 dc ферзь для d2 опасается соперника игрок банка 2001 ладья беды 2 конь d5 ну так равна позиции пока конь d5 bc ладья c на d1 c4 слон d4 ладья d6 слон для d5 слон для d5 ну то есть красавец слон на d5 конь e5 почему не захватывает линию b по ней не давит слон баррикадируется то есть непонятное решение подвести короля на е7 никаких угроз нету не по линии б давить пешкой таранить насколько получится конь c4 ладья а6 конь a3 ладья b8 c4 выгоняю красавца слона слон e4 f3 слон f5 ладья d5 8 ладья d8 ладья d8 король g7 не видит что у слона нет ходов ладья d2 играет вновь не сказать что сложно досталась победы смотрим дальше так игра с национальным мастером рейтинг 2152 и выигрыш так играл чёрным цветом смотрим d4 конь f6 c4 g5 будапештский гамбит д.е. конь g4 конь c3 не связывается с будапештем гамбитом национальный мастер это кто у нас по мигу обер слунг из германии слон c5 е3 конь е5 f4 не связывается тем не менее пошел в атаку конь c6 конь f3 д6 слон d3 ферзь е7 вот с огнем играет огнию фа вместо рокировки он делает вход ферзь е7 получает за это конь d5 приходится возвращаться обратно ферзь д8 рокировка то есть потеря темпа у него конь d7 a3 a5 король h1 конь f6 e4 слон g4 слон e3 конь d5 ошибочная тактика разменная слон бьет c5 надо было еды играть и на связке ловить фигуру корольки не рокировым ну хорошо конечно говорить со стороны но тем не менее очень явно как-то конь f4 слон e3 конь бьет d3 ферзь бьет d3 слон бьет f3 ладья бьет f3 не замечаю связки на качестве конь e5 ферзь f1 конь бьет f3 ферзь бьет f3 рокировка ферзь бьет f7 ладья бьет f7 ладья f1 ладья бьет f1 слон g1 ферзь f6 b4 ферзь f2 b5 fg1 ну просто отдал игру просто отдал нашлепал удивительно просто ладно смотрим дальше может будет качественная партия пока просто все даром достается ему л PR л б л л л л л л л л л так анализ сейчас закончится вновь из ниоткуда получается выигрыш судя по диаграмме ну давайте смотреть по партии как это происходило вновь выигрыш ему Е4, С5, С3, Д5, Е5, Д4, С4, Е6, Д3, конь С6, конь Ф3, конь Ф7, С4, конь Ж6, С3, Ф5, Рокировка, С7, СД, СД, конь Б на Д2, конь С, бьет Е5, вновь он на тактике прогорает, конь бьет Е5, конь бьет Е5, и вот вместо слон бьет Е5 надо было играть просто конь Б3, и надо было бы тогда вставать под связку, видимо, Ф7, другой защиты коня нет. А тут еще и ладья С1, все прелести и удовольствия. Слон бьет Е5, ферзь бьет Е5, и так, выбрал пешку, ладья Е1, ферзь С7, ладья С1, ферзь Д8, слон Б5, ну вот важно он вообще, конечно, играет с королем своим, слон Д7, ферзь А4, А6, слон Д7, ферзь Д7, ферзь Д7, ферзь А5, рокировка, ладья С7, ну вот неверно сыграл игрок с длинным ником, рейтинг у него 1940, но тем не менее попался вот так вот, ферзь Б6, слон Б4 надо было играть, вместо ладья Б8, ладья Б8 выпускает конь Е4, уравнялась, может так сказать, позиция, А6, ладья Е на С1, ладья Е8, ферзь А7, слон Г5, ладья Е1 на С2, ферзь Д5, ладья Е7, тут надо было защищаться, но это уже сложная позиция, наиграли тут, конечно, ладья Е7 на С5, ферзь Б2, конь Б5, АЖ, ладья Б5, выигрывает пешку, но проигрывает первую горизонталь, ферзь Б1, и вот так достается, вновь ему победа, да, удивительно, берет быстрой игрой, следующая партия, вновь его победа, очень рисково играет АВНИУФОН, просто с огнем, можно так сказать, вызывает огонь на себя, и соперники дрожат, в этой партии ему достался соперник с рейтингом 1774, вновь с небольшим рейтингом, пока упорной борьбы не видели в его исполнении, здесь он вообще по дебюту в метельшпиле вышел с отличнейшей позицией, давайте смотреть, Е4 вот он играет, С5, конь С3, вновь не идет ни во что острое, играет конь С3 на любой дебют, Ж3, А6, А4, конь С3, конь Ф6, слон Ж2, слон Ж4, конь Ж на Е2, конь С6, А3, слон ВЕ2, конь ВЕ2, Е6, Ф4, слон Е7, Д3, А6, ракировка, конь Х5, король Х2, конь Д4, конь ВЕ4, конь ВЕ4, С3, просто неверная какая-то комбинация, конь ВЕ3, вновь на ровном месте ему отдают, король ВЕ3, ради одного шаха, слон Х4, король Х2, СД, С4, ракировка, ФЕ4, слон Ф6, слон Д2, ладья С8, ладья А на Е1, ладья Е8, Е5 еще придавливает, ДЕ, ФЕ, слон Е7, получают, слон Бьет А6, слон Ф8, глухая оборона, и вот здесь он вновь не находит тактику, потому что он пулевит, не считает варианта нисколько, просто играет быстро, ладья Бьет А7 комбинация была, давайте ее посмотрим, ладья Бьет А7, и почему нельзя королем брать, так, смотрим, почему нельзя брать королем, А я их тоже не вижу комбинации, взял король, давайте посмотрим, что еще с тобой вновь не рассчитать, как у нас подошло, А вот здесь, как у нас подошли, в ладья Ф1, например, Король G8 Теперь G6 Пока угрозит такой уж не серьезный Нет, это сложная комбинация Давайте дальше двинется Не вижу, как я на взятие ладит реагирую Почему ладит C7 не отыграть? И тут он отходит, ладит F2 Ладно, ладит E4 Практичное решение Ладит C5 Ладит C7 Слон G5 Ферзь D7 Б5 АБ, АБ Ладья А8 Ладья G на F4 Ладья А2 Ладья 1 на F2 Ладья бьет F2 Ладья Бьет F2 Ладья C8 Слон G4 Ж6 Ладья G2 Ферзь C7 Слон F4 Ферзь D7 Ферзь Е7 HG ФG Слон G7 Слон G6 Ферзь G7 Ферзь Бет Е6 шахт Король H8 Слон G4 Ферзь Бет Е2 Король Бет Е2 Водя А2 шахт Король Ф3 Слон G7 Ферзь Е8 Ну что ж, добрался он до короля Добрался до короля Сделал это достаточно хорошо Ну вот эта партия понравилась Плюс еще И комбинация интересная Проблемная С кодом ладья Бет Е7 Обязательно ее разберу отдельно Но Для того, чтобы понять, как он играет Как ему достаются победы Давайте двигаться дальше Следующая партия Рейтинг соперника был 2-220 И вновь победа Е4 Е6 Конь С3 Д5 Конь Ф3 Конь Ф6 ЕД ЕД Д4 Слон Д6 Слон Д3 Рокировка Рокировка Слон G4 Слон G5 Слон А4 И С4 Тут надо было Слон Бет Е6 играть Остра вот такой Ферз Бет Е6 И Конь Бет Е5 Смело выигрывая пешку Ну это в компьютер Только так может Конечно советовать c6 ладья е1 конь б на д7 слон g3 слон дж3 аж ферзь c7 ферзь d2 ладья е8 а3 конь f8 конь е5 конь 8 на д7 ферзь f4 слон е6 f3 c5 неверный план конь беды 7 ферзь d4 gf да но это опять компьютер только может такое подсказать для того чтобы пешки вот так вот сдваивать конь b5 человеческий ход ферзь b6 конь беды 7 слон беды 7 конь c7 человеческая вилка но неправильная ладья бьет е1 освобождает от вилки с шахом поэтому конь c7 ничего не давало дц нужно было играть и дальше равным ферзей предлагать dc ферзь c5 ферзь d4 смотрим дальше итак конь c7 вновь такой же человеческий ответ получает ферзь d2 не уходит от связки отдает качество конь бьет е8 ладья бьет е8 ладья бьет е8 вновь такая же разменный момент пулевик поэтому как играет слон бьет е8 ладья е1 ферзь d3 запасаются материалом черные вот уже пешка а отдаленная проходная правда качестве нет ферзь е3 может даже и правильно сделали что пошли на такой вот с точки зрения компьютер ругает от хода тем не менее с практической точки зрения правильно ферзь b4 вот это ошибка конечно марш два хода ферзь бьет е8 конь бьет е8 ладья бьет е8 да победа 5 легко достается ему просто мат два хода пропускает уйди слон допустим на c6 и все было бы совсем по-другому смотрим дальше новый игрок игрался это видно потому что рейтинг с вопросом то есть еще до конца неопределенные то есть от этого игрока можно ждать было чего угодно и как видим он до пеншкеля играл и позиция не уходила за рамки мячей не ну как это было по партии давайте смотреть е4 c5 огни фан играет стилянскую защиту черными конь f3 d6 c3 g6 d4 конь d7 слон d5 слон g7 рокировка конь d7 дает перевес конь f6 надо тут играть ну без дебютной как бы такой такой теории может оставить он все партии свои разыгрывает чтобы не связываться с ним и выходит сухим из воды а6 слон gd7 слон c4 надо у нас отходить не успели же сделать рокировку черную такого хорошего слона отдалась слон gd7 g5 слон c6 слон c6 владея е1 не точный ход d5 на вдула проламывалась оборона ходом d5 cd cd d e конь бьет е5 конь f6 конь c6 dc ферзь f3 неаккуратно конь a3 ферзь f1 развивать ферзь d5 ну вот ничейная позиция то есть в принципе пока друг друга стоят соперники ферзь d5 конь d5 слон gd5 слон gd3 км а3 d1 точнее защищаться b3 владяя b8 d3 король d7 конь a3 владяя h на e8 готовить e5 видимо конь c4 е5 смело играет смелый парень не зря на такой рейтинг для 500 смело с города берет отдает красавца слона слон бьет е5 конь бьет е5 ладья бьет е5 ладья а на d1 ладья б на е8 слон d2 ладья бьет е1 ладья бьет е1 слон бьет е1 король е6 король f1 король е5 g3 дает перевес король d4 король вон куда к пешкам подбирается ферзевого фланга король е2 f5 а3 а6 h4 g5 hg hg слон b2 g4 а4 вот это наверное решающая ошибка пол партии словно опять надо просто держаться туда-сюда ходить стоять на месте конь c3 шаг и подбирается к пешкам на размину идет правильно король е1 конь е4 а5 как ни в чем не бывало играет ждет размена на d2 а позицию хочет выиграть он не выигрывает если взять но ведь король d3 сначала сильный ход слон е3 король c2 ну вот король забрался все-таки на ферзевый фланг b4 король c3 было точнее не было бы входа b4 король d3 король е2 король е2 король е4 слон b6 c5 и белые сдались да ну вот здесь можно так сказать класс сказался его не зря на 500 пунктов рейтинга больше не зря на 100 пунктов рейтинг шахматистов которым он играл 1941 вновь большое преимущество у него по рейтингу даже близко никого нет с таким рейтингом как у него из соперников пока не зря на 100 пунктов рейтинг так белым цветом он играл а а а а а и 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 конь d4, ферзь e1, конь d7, h3, свин e6, король h2, ладья а на e8, ферзь f2, a6, свин d2, конь d4, наскок вот этот не очень хороший, конь e5 надо было, с какой идеей, на d4 конь d4, наверное, править. Конь e3, a5, a3, конь a6, ферзь d2, c6, ладья а на e1, d5, ed, конь d5, конь d5, cd, ферзь d5, свин d8, ферзь d2, ферзь b5, Слон d4, это организовался, у него перевяз неожиданно, и соперник подливает маслом. Слон g5, думает, что завязал. Человеческий ход он делает, h4, и человеческий ответ получается у нас 6, вновь под связку. А в чём тут дело? Вместо слон g5, вот в этой позиции, нужно играть в ферзь d7. Ферзь d7. Плотнее. Да, но это сложно. Это вновь опять компьютер. Твои чудеса. Слон g5, а здесь надо было слон d7, чтобы ответить, наверное, потом конь d6, шарф, и ферзь dg5. Да. Смотрим дальше. h4, ход рукой. Фин h6, ферзь d2, ушёл. Фин g4. Пошла активность, но неподготовленная активность. Без счёта соперник играет. Конь д5. Отдал просто пешку. Ферзь d7. Я от нее решил сыграть. А тут ладья бит е8 в какой-то ход. Что опять имеет в виду компьютер на ход fd7? Ладья бит е8. Особенно интересно вот на ладья бит е8. Мат, что ли? Конь f6, шарф. Жерзь вынуждена. Ферзь f6. Мат грозит. Раунд пройдет к нему. Раунд пройдет к нему. Король f8. А, вот как. Ферзь. Раунд пройдет к нему. Король пытается вырваться. Ферзь f6, шахт. Король f8. Ферзь f8. Ферзь f8. Король e7. Раунд пройдет к нему. Но это долгая история. Вот так считать. Так, значит обязательно надо король d8. Вынуждено. И все равно. Слону f6. Длинная комбинация для огню фана, который играет пулевиком. Естественно, он не пошел на такую комбинацию. c4 сыграл. Возвращаемся к партии. Интересная была комбинация. c4 сыграл. Укрепил коня. Слон h3. На размен. Слон d8 h3. Вот фана. Подарили просто так ему слону. Слон d2 ушел. Ферзь f6. Слон d4. Ферзь d6. Не знаю, что делать черное. d4. Ферзь f7. Слон c5. Ферзь d7. Слон d8. Просто все поедает. Ладья бит f8. Ферзь d7. Ферзь d7. Слон d5. Король h8. Король g2. Ферзь d7. Никуда он не торопится. Ферзь f5. Еще и ферзи подменивают. Ферзь df5. Ладья df5. Король g8. Теперь решается на комбинацию. Ладья df7. Которая видна. Ладья df7. Ладья d8. Маф. Ну что ж. Нормально. Хорошо сыграл. Ошибки были. Но она приличная. Ладья d7. Просто зажал. Может так сказать. По позиции. Соперник попался с небольшим рейтингом. Соперник попался с небольшим рейтингом. Ну вот дает он играть всем. В принципе. Что значит играет на пулевик. То есть 74 входа в партии. 74 входа. Борьба была. В принципе партия широкая. Хотя вот тут пока. В принципе льдет в одни ворота. За ним. Борьба была. Хорошо. Продолжение следует... 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 конь е5 ошибочный вход он допускает ошибку на вот на связке здесь ферзь а4 вадя д8 и выясняется что конь теряется слон d4 еще решает вот так защититься попробовать правильно в принципе ферзь бед а4 конь бед а4 мы только проигрывались еще больше фигурь ладья беда 4 король c3 ладья беда 4 король d2 ладья беда шесть c4 конь b7 король d3 ладья c6 король d4 король d8 g3 король d7 f4 король d6 e5 король c7 g4 король d6 король c3 король c7 король d4 конь b6 c5 конь d5 шаг король d5 конь d4 h4 конь d3 король c4 отдает даже гоня кв.п.п., но он опятьorn отмечается транспортно цинирующей hide в нотом 2 балла какatz об litigation хотел ронять король d4 ладья d5 король d4 король d6 король d4 h5 g5 ладья f5 король g3 d5 король g2 король d5 пешка и сама могла пройти все без короля g3 король d4 уже просто решил мастер король h3 король f4 король g2 король g4 король h2 король h4 король g2 ладья g5 да все замечательное в кармане король h2 ладья g4 король h1 король g5 король f4 король h3 король f3 король h2 король f2 король h3 e4 король h2 ладья h4 да, с реализацией у него не очень-то хорошо не сказать, что хорошо просто на расслабоне играет но вот в этой партии ему пришлось, конечно, потрудиться ну что ж, надо посмотреть, наверное, как он проиграл по крайней мере, информации о том, как он играл мы будем иметь уже да, я думаю, видео затягивать не стоит а вот как раз сильный соперник попался и он его наказал причем наказал просто беспощадно в 10 ходов давайте посмотрим эту партию и закончим мастер фиде билетку и с какой стороны неизвестно играет исключительно только в классику и в классический блиц 5-минутный и 3-минутный в пулю не играет и вот он пулевика как раз нашего чемпиона наказал итак, давайте смотреть конь f3, c5, e4, сицилианка, d6, c3, g6, d4, конь d7, слон d3, слон g7, рокировка ждал не дождался он а6 не стал ослабляющий ход делать и после хода конь d5 сдался но тут все разваливается, конечно пешка d6 а вместе с ней и c5 все, все падает просто все падает плюс еще слон да, просто разнос здесь надо играть ферзь d8 лонглер d6 грозит конь c7 может быть и не сильно грозит если а6 играть надо играть а тогда нет, тогда не спевает а, наверное, вот такая перегруппировка интересно c7, ферзь e8 и мат ферзи да, а6 играть нельзя ну, это правильно сделать, что он сдался ключевая пешка тем более по уважению к сопернику и так, на этом все всего доброго до свидания субтитры создавал DimaTorzok